следующая структура данных это строки тут надо запомнить что строки заключается в кавычки нет такого разнообразия что в кавычки или в апострифы в кавычки у нас в одинарные кавычки это просто строка а в тройные кавычки как и в питоне строка которая имеет переходы на другую строку то есть многострочный текст shift enter вот это у нас строка просто значение и это та же самая строка вот у нас лишний пробел появился это неважно а вот тут вот ошибочка вышла поскольку у нас непонятно а где же кавычки кончаются вот тут кончаются или вот тут какое-то безобразие вот тут вот тройная кавычка подходит поскольку позволяет вот так вот выделить строку тут у нас идет строка с бэкслэшем показывая что убирается специальная гранируется специальное значение кавычек ну или вот так вот многострочная одиночные кавычки используется только для задания символа одиночный символ это пожалуйста одиночная кавычка значит мы first это первые элементы строки с 1 с 1 с 1 это строка буква а первый элемент это и не кодная c пожалуйста если вся строка в одиночные кавычки все это ошибка нельзя играться тем тем строки достаточно сложный и интересный элемент так вот они поддерживают например вставку переменных то есть вот у нас строка и переменная разыменовывается вот у нас переменная вася идет и тут вставляется их значение строки естественно можно слеплять кучи вариантов вот у нас три строки две строки с 1 с 2 и котики равно 10 опять же и не кодный символ смайлик и не кодный вставили виде котика а он символ просто и и так функция стринг просто выдает строку состоящую из двух элементов вот этих вот с 3 и с 4 пожалуйста из трех элементов и она конвертит целое число в пожалуйста посмотрите кошечку целая видите она сконвертила целое число в строку ну и функцию умножения мы можем опять же для конкатинации использовать вот так вот с 3 умножить на с 4 будут слепленные строки ну и можно генерить строку вот мы строку х сгенерили три раза получилось х х х так же как и в массивах можно работать с индексами элементы строк индексировать поскольку это упорядоченный ну фактически это массив символов и делать срезы ну вот второй элемент вот он да действительно второй элемент последний элемент последний элемент а действительно с 9 по 12 элемент или вот такой вот синтаксис использования первый последний и шаг мы получаем с 9 по 12 с шагом 2 с 9 по 12 с шагом 2 со 2 по 14 с шагом 3 и с 7 по 3 с шагом минус 1 то есть у нас идет 1 2 3 4 5 6 7 7 м и у нас с шаг минус 1 назад идет вот по 3 получилось мутно да естественно стандартные функции очень похожи как для других структур данных длина давайте длина строки 14 опять же вот у нас преобразование в строку то что мы уже сделали поиск вхождение вхождение мы ищем первое вхождение буквы о вот оно тут и находится начинается на пятом и кончается на пятом ну действительно одно место занимает пятая пятая опять джулия где у нас а вот она начинается с первого и кончается пятым да все правильно значит find next это у нас ищет о начиная с шестой позиции раз два три четыре пять шестая позиция вот она и следующая семь восемь вот с восьмой по восьмую ну и если мы тут вот так вот ищет мы ищем ланг начиная со второй позиции вот вот он где находится с шестого по девятое ну и fight last это опять же последнее вхождение то есть как бы с хвоста считает замена замена строки вот у нас заменяем в фразе питон из программин language питон на джулия заменили quick foxes run quickly quick slow на slow заменили один раз the slow foxes run quickly два раза заменяем the slow foxes run slowly разбиваем строку по какому-то символу мы по точке разбиваем вот марч пожалуйста разбили получаем массив и строк значит и чоп он просто обрезает значит по умолчанию у нас обрезка идет с конца то есть последний символ как будто tail равно один стоит но мы можем задавать из головы из хвоста и задавать количество конкретных символов которые мы убираем ну и упражнения но вот это вот опять ассерт это у нас проверяет давайте мы хай тысячу раз мы сделали мы должны сделать были хай равно вот так вот и вот ассерт не выдает ошибки тысяча и один ассерт выдаст ошибку не соответствует условия значит вот тут поиграемся с такими переменными вот у нас две переменные и должны собственно строка с у нас равняется ну тут пожалуйста стринг а под строка вот такая вот и б похоже сейчас ассертом проверим и д у нас равняется вот ну-ка давайте а плюс б нету у нас для значит это у нас числа и у нас а плюс б превратилась в целое число да а тут у нас давайте вот так сделаем а вот теперь видите ассерт сработал правильно да вот и и вот и это вот и вот